Какие фильмы советские, российские лучше всего показать китайскому зрителю? Какие фильмы китайские лучше всего показать россиянам? И выбрали несколько фильмов, это 7 фильмов китайских, такое количество российских. Если говорить о показах Китая, то для нас было хорошим удивлением, что очень много молодежи приходило на эти фильмы. Нам казалось, что это такое кино, которое находит отклик у людей старшего поколения, которые либо сами, либо буквально послевоенное поколение, которые помнят подвиг своих родителей. А вот те, для кого война, эта история про дедушек, про бабушек, как-то, наверное, по-другому будут относиться, может быть, вообще не придут. Тем не менее, молодежи было много, поэтому интересно действительно посмотреть сейчас в зал, сколько придет вообще зрителей, какой зритель придет на китайские фильмы. И действительно, мы искренне надеемся, что такое сотрудничество между двумя кинофондами вырастет в какой-то интересный проект, который будет не только таким вот разным фестивалем, а продолжится взаимными обменами, может быть, фильмов на другую тематику. Поэтому хочется действительно пожелать, чтобы кинофестиваль получился, и чтобы зрители дали большое количество кинофестиваля. Наверное, это ответ, вопрос. Такое, если будут какие-то вопросы. Вопрос-ответ, уважаемые дамы и господа, задавайте вопросы. Вопрос-ответ, пожалуйста. Вопрос-ответ, пожалуйста. Вопрос-ответ, пожалуйста. Вопрос-ответ, пожалуйста. Вопрос-ответ, пожалуйста. А в Китае так ли это? Как отмечают люди в Китае День Победы? День Победы нашу? Их День Победы. А, сегодня. А, сегодня. Есть такой вот. Третье сентября у нас. У нас же День Победы 3 сентября. Вот, например, у нас в этом году, поскольку он особый, был большой военный парад на почве. И была прямая трансляция по всем странам мира. Колоссальная. То есть такой же большой праздник, как и для нас. Так вот, была трансляция же. Колоссальная. Трансляция – это государственная вещь, а вот люди в семье. Как люди? А, вот так. У нас есть трансляция. У нас есть, так сказать, разные формы. празднования. Например, на могилы павших бойцов взлагаются венки, а там члены семьи в частом порядке, так сказать, определенные мероприятия, связанные с почитанием папы. Ирина Куланова. В.ПУТИН. 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 Ну, другие не обязательно в войне, а просто в современного китайского кино. Иногда в ближайшее время возвращение к войне — это очень горький период, И как раз в этой сфере у нас очень много сходного было пережито. Все пострадали очень сильно от фашистского зверя. И оба народа понесли колоссальные потери. Нангин, Нангин, это было для фашистского зверя. И что касается фильма «Нанкин, Нанкин», то его целью первое было отметить, так сказать, победу саму, ну, юбилейный год над Японией, а во-вторых, важно было отразить сам факт этой победы ещё раз, его посредством кинематографа отразить. Но что касается доли удельного веса, то пока довольно мало, поскольку сейчас люди уже больше думают о мирных делах. И поэтому, поскольку все больше надеются на мир, на мирную жизнь, поэтому к войне как-то стараются особо не обращаться. Здравствуйте, господин Цензюй. Во-первых, хочу вас поздравить. Вчера произошло знаменательное событие в Санкт-Петербурге. Пекин отправился в путь, и, мне кажется, наши города в Санкт-Петербурге и Пекине стали ещё ближе. И у меня будет такой вопрос. Это одноразовая акция, фестиваль китайский-российский «Вечный огонь» или это войдёт в традицию, и мы на следующий год увидим второй фестиваль и так далее. Пекин, мы сейчас участвуем в «Вечный огонь» или это в «Вечный огонь»? А мы сегодня увидим его в «Вечный огонь»? У нас начало было положено сначала в Бикини и Су Чжо, а продолжение сейчас у нас крепится ружья. И мы, конечно же, надеемся на продолжение в будущем и что у нас будет и третий, и четвертый серий фестиваля, что это станет продолжаться. И еще один маленький вопрос. Какой непременно фильм советует господин Шин Цзю посмотреть обязательно петербуржцам на этом фестивале? И какой из советских, может быть, российских фильмов о войне ему очень нравится? Спасибо. Мне больше всего нравится битва за Тай-р-джон. Обязательно. Освобождение, спасибо. Озерова, да. Можете задать вопрос, Игорь Иванович? Насколько раз Тимченко стал идейным инициатором этого кинофестиваля. Хотелось бы узнать, почему именно российско-китайские кинофестивали действительно ходит серия, и у нас тоже в России, и продолжение какое-то планируется. Возможно, не обязательно военными фирмами вообще китайских кинофестивалей? Почему российско-китайские? Потому что это отдельное направление работы фонда, сотрудничества, налаживания понимания между нашими двумя странами. И целый ряд проектов, детских, спортивных уже идет. И когда мы стали размышлять о том, что важного и интересного можно было бы сделать именно в этом году, то стало ясно, что тема 70-летия Победы и для Китая, и России очень важна. И вот так возникла тема военного кино именно в этом году. Потому что и в России, и в Китае это важные события. Будет второй или третий кинофестиваль, это будет зависеть от того, как сейчас пройдут просмотры у нас, и затем мы все вместе соберемся и посмотрим, проанализируем и примем решение, делаем ли дальше. Если делаем, то на какие темы фильмы выбираем? Будет ли это фильмы для детей, например, или фильмы для подростков, или современное российское и китайское кино? Это пока нужно нам вместе обсуждать. Приванчик, есть? Можно? У меня тоже вопрос по приванчику. Мы все много слышали о китайском ременьке фильма «Азорь и здесь тихие». Не поступало ли фонда предложение о создании какого-либо совместного фильма? Тоже такого, как «Азорь и здесь тихие»? Пока нет. У них действительно появился чрезвычайно интересный. Чего не принесли этот фильм? Это же сериал-то, Наташа. Там есть фильм. Да? Это сериал. Там много серий просто. Потому что этот фильм был бы чрезвычайно интересный. Посмотреть много о нем слышали. Жалко, что его здесь нет. Как раз на следующий год. Все, я уже записываю это предложение. Спасибо большое. Лучше год посмотрим. Прости, на нашем сайте. Ваш aquele. Почему вы обомните. Мы не услышали, какой-то господин у нас в городе, какой он понравился фильм? Освобождение. Освобождение, да. Освобождение, да. Ваш дектора китайский? Нет, нет. Остров. Асмосфера вообще нет. Режиссер «Озеро» Юрий. Скажите, почему вы не привезли нам кимошки. Здесь у нас нет. Как? А вот при этом. А, здесь нет. А, здесь нет. Есть, это город жизни и смерти. А, какой наш лодки есть там. А потом вот здесь сказано, что в дни открытия пройдет закрытый показ документального фильма СССР. И, просто, продолжу. Здесь тоже есть программы, которые будут отламываться. Спасибо. Да, это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Да, вот он, да. Да, вот, смотрите, там, дальше, там, вот, да. Здесь написано там, да, Москва. Она всплывала, здесь, это большой. Здесь нанесет, а там. Отлично. Здесь. Да, есть программка. Можно вот такие книжечки взять. Здесь всё расписание. По путям, по времени. Да, внизу их достаточное количество. И здесь можно посмотреть, какой фигурок дома с нас встретиться. Я уже не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...